Привет, друзья! С вами компьютерный портал F1CD.RU. Предлагаем вашему вниманию обзор комплекта поставки смартфона High Screen Zero F. Устройство поставляется в картонной коробке со схематичным изображением модели. В комплект поставки, кроме самого смартфона, входит аккумулятор емкостью 1600 мАч, документация, проводная гарнитура, зарядное устройство USB и кабель USB-MicroUSB оба со светодиодной подсветкой. Лицевая сторона смартфона глянцевая, а задняя крышка, нижние и верхние торцы сделаны из бархатистого серого поликарбоната. Размеры корпуса составляют 123 на 64 на 10 миллиметров при весе 135 граммов с аккумулятором. На лицевой стороне расположен сенсорный IPS-экран диагональю 4 дюйма с разрешением 800 на 480 точек. Над экраном находятся датчики приближения освещенности, отверстия разговорного динамика и объектив фронтальной камеры. Под экраном три сенсорные кнопки «Меню», «Домой» и «Назад». На левом торце смартфона размещен порт MicroUSB, а на правом примастилась качелька регулировки громкости и углубления для снятия задней крышки. На верхнем торце мы нашли кнопку питания, блокировки и гнездо для подключения наушников 3,5 миллиметра. На нижнем торце есть только отверстие микрофона. На задней панели расположены объектив основной 5-мегапиксельной камеры, светодиод вспышки, логотип производителя и решетка динамика. Камера снимает фото с разрешением 2888 на 1728 точек и видео в формате 720p. Для доступа к аккумулятору потребуется снять заднюю крышку смартфона. Под ней также скрываются слоты для двух сим-карт и порт MicroSD с поддержкой карт памяти объемом до 32 гигабайт. Highscreen Zero F оснащен двухъядерным процессором MediaTek MT6572 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 гигабайт, внутренний — 4 гигабайта, из которых пользователю доступно около 2 гигабайт. На борту установлены модули Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0 и GPS. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 4.2.2. Обзоры смартфонов и последние новости по теме читайте на компьютерном портале f1cd.ru в разделе «Мобильные технологии».